МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Расскажем подробности громкой истории, когда отец, разбив стекла машины с силой, забрал дочь у матери. Ребенок остается у него, и только потом он, получается, даст мне видеться с ребенком. И задержание при попытке краж. Вы сегодня уже в обед вали коньяк. Зачем обратно вернулись? Как и что выносят из супермаркетов. Это и не только. Прямо сейчас. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Попытка объехать стоящий автомобиль привела к крупной аварии на мосту Миллениум. Там сегодня днем столкнулось три машины. Больше всего досталось автомобилю Хендай. Машина получила повреждения сразу с двух сторон. Авария стала причиной сильного автомобильного затора по пути из центра города в Новосовиновский район. Что говорили водители о причинах аварии, услышал Хайрат Назипов. Еще машина одна стала. По рассказам автомобилистов, катализатором столкновения стала стоячая машина в левом ряду. Хендай Гетц, пытаясь ее объехать, начала поворачивать в средний ряд. Но маневр не дал завершить водитель Лады Ларгус, что ехал в той же крайней полосе. Молодой человек слишком поздно нажал на педаль тормоза. Пробка была, все уже притормозили. Скорости вообще никакой не было. А вы не успели зарегировать? Ну да, получается, да. А вот он уже перестроился, я думал, он перестроится до конца, но между рядами уже стоял. Я пока тоже в зеркало отвлекся, взгляд вперед, а он остановился. После столкновения Хендай отбросил на автомобиль Мазду. Удар пришелся в левую переднюю дверь. Ни водитель, ни дети, что сидели сзади, не пострадали. Мололетние пассажиры из Хендай также обошлись без травм. Во многом благодаря невысокой скорости потока. А вы как бы признаете целину, да? Ну конечно, а чего же? Если Лада и Мазда получили незначительные повреждения, то корейской иномарке досталось как спереди, так и сзади. Покинуть место происшествия она смогла лишь на эвакуаторе. Айрат Назитов, Фадаримул Ахметов, вызов 112. Две Лады не поделили перекресток улиц Карагандинская и Ударная накануне вечером. По предварительной версии водитель Лады 12 модели не уступил дорогу водителю Лады 13 модели. После чего последнюю отбросила прямо в столб. С участниками аварии поговорила Елена Веселова. Я вообще на позже живу, здесь бабушка, вот от бабушки ехал. Айнур Мазитов, водитель Лады, рассказал, что приезжал в гости к бабушке. Но погостив, спокойно уехать домой, говорит, не получилось. На пересечении улиц Ударная и Карагандинская ехал по главной дороге. И вдруг почувствовал сильный удар справа в заднее колесо своего автомобиля. Я вот так проезжаю, он меня задевает колесо заднее. Там колесо, бампер, еще что-то. И вот, и все, ну да, древненький был. И получается, вот прилетел в столб. И только после второго столкновения, когда вышел из машины, понял причину всего произошедшего. На перекрестке в него врезалась Лада 12-й модели. В результате столкновения, говорит, ударился ногой. Но вызывать бригаду медиков не стал. Не пострадали никак? Нормально себя чувствуете? Ты чувствовал ногой только маленько ударился. А, только? Да я пристегнут был, ничего вроде такого. Свою вину водитель Лады 12-й модели отрицать не стал. Говорит, да, не пропустил и сам виноват. Однако отметил, что этому также поспособствовало ограничение видимости. Вы же не заметили, что ли, получается, машину эту? Нет, не заметил. Не заметили? Да, из-за кустов, из-за этого, там ничего не видно было. А там кусты есть? Да, вон дерево стоит. Сейчас произошедшим предстоит разобраться инспекторам ГИБДД. Оплачивать восстановление Лады 13-й модели будет страховая компания виновника. Елена Веселова, Нафиса Минязова, Константин Бушуев. Вызов 112. 30-летний водитель пострадал в результате ДТП на плотине Нижнекамской гидроэлектростанции. При въезде в набережные Челны фура протаранила легковушку, в которой ехала семья с маленьким ребенком. По рассказам очевидцев, машина заглохла на дороге, после чего в нее въехал большегруз. Пассажирка и двухлетний ребенок избежали серьезных травм, отделавшись ушибами. Водителя с многочисленными травмами доставили в больницу скорой медицинской помощи. Осторожно, мошенники! В Татарстане участились случаи обращения на телефон доверия МЧС от жителей республики. В их квартиры и частные дома приходят неизвестные люди и, представляясь сотрудником ведомства или газовой службы, просят жильцов впустить их внутрь. Объясняют тем, что необходимо проверить пожарную безопасность и провести инструктаж. Позже рекомендуют приобрести пожарные извещатели или датчики утечки газа. За установку одного датчика злоумышленники берут от полутора до трех тысяч рублей. Хотя его розничная цена составляет 350-500 рублей и установить его нетрудно при помощи двух шурупов или скотча. Как напоминают в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, сотрудники ведомства при проведении проверок должны находиться в форменной одежде и обязаны предоставить служебные удостоверения. Помимо этого МЧС не занимается продажей какого-либо оборудования, в том числе противопожарного. В случае обнаружения подозрительных лиц, выдающих себя за их сотрудников или газовой службы, предлагающих приобрести противопожарное оборудование, необходимо позвонить 102. Напомню, что с 2016 года в Татарстане проводится благотворительная акция по бесплатному оснащению жилья автономными пожарными извещателями для определенных социально незащищенных категорий граждан. Установкой данных извещателей занимается общественная организация Всероссийское добровольное пожарное общество во взаимодействии с органами социальной защиты. Разбил стекла автомобиля, открыл дверь и забрал ребенка. Семейный конфликт, ставший достоянием общественности, произошедший рядом с остановкой Чулман в набережных Чулнах, вызвал резонанс в социальных сетях. Из видео было понятно, что девочка ехала с мамой в машине. Отец был явно против и забрал ребенка с силой. Анна Городнова узнала, что предшествовало этим событиям и как повернулись обстоятельства позднее. Это видео облетело все социальные сети. Мало кого оставило равнодушным. Кто-то был на стороне матери, считая, что разборки родители дети видеть не должны. Кто-то считал, что прав отец. О причинах и последствиях все могли только догадываться. Алсуфа Фаризова, мама девочки, которую в тот день забрал отец, разбив стекла машины. По словам девушки, ребенок стал заложником бракоразводного процесса. В суд иск о расторжении брака был направлен 24 мая. Конфликт с супругом произошел 12 июня, когда женщина ехала с дочерью в деревню. После придорожной ссоры она не видела с ребенком. Муж прекрасно знал о том, что я обратилась в суд с заявлением о разводе и место определения ребенка. Но не дожидаясь решения суда, он отобрал у меня дочь. Он говорит, как получается, давай подпишем мирное соглашение, то, что ребенок остается у него. И только потом он, получается, даст мне видеться с ребенком. Двугодовалая девочка сейчас находится с отцом. И теперь на законных основаниях соответствующее решение вынесут на предварительном заседании 25 июня. Несмотря на то, что представитель отдела опеки и попечительства города Набережной Челны дала заключение, что ребенка целесообразно оставить с матерью, суд принял решение оставить ребенка до решения суда с отцом. При этом вопрос о порядке общения ребенка с матерью разрешен не был. Алсу Фаворизова намерена обжаловать это решение. Кроме того, она обратилась к ходатайствам об определении порядка общения с ребенком. Суд назначен на 19 июля. Что касается отца малышки, то от комментариев он отказался, объяснив это желанием уберечь дочь от внимания общественности. Анна Городнова, Ланыш Капранова, Андрей Буслаков, Вызов 112. В двух разных супермаркетах в один и тот же день задержали мужчин при попытке вынести неоплаченный товар. В одном случае это был алкоголь. Причем мужчина в этот день, но несколькими часами ранее, уже пытался вынести бутылку коньяка. Во втором сотрудники охранного предприятия задержали любителя красной рыбы. Мнение задержанных работников торговых точек в репортаже на Фесси Минязовой. Мы же тебя культурно попросили, подстой в сторонке, не надо никуда бегать, что и нормально. При задержании он пытался вырваться и убежать, затем раздуть скандал и обвинить охранную организацию в неправомерных действиях. Тогда встаньте, пожалуйста. У меня есть свобода, что ли? Да, да, да. У вас есть лицензия? Есть, у нас все есть, не переживайте. И лицензия есть, и удостоверение есть, и права, и полномочия у нас тоже есть. Сотрудников охранного предприятия вызвали сотрудники магазина, увидев попытку кражи. Сам же задержанный утверждал, что алкоголь не крал и даже не думал, просто хотел за него заплатить. Сейчас брали коньяк? Да, я брал сейчас, сделала коньяк, хотел до кассы дать. Вы считаете, что вас до кассы поймали? Продавцы утверждают обратно, из-за него сотрудникам магазина уже пришлось нажимать на тревожную кнопку несколько часов назад. Тогда причиной также послужила неоплаченная бутылка спиртного. В смысле, он же сегодня уже украл что-то? Да, коленика получается, да? Получается, у него вторая кража за сегодня. И второй раз вы вызвали нас уже. Получается, тысяча. Двумя часами ранее в другом магазине был задержан вот этот мужчина. Сам считает, что повода для задержания нет. Ну да, взял рыбу, шел на кассу, но по пути передумал. Я взял рыбу в магазине, пошел, хотел ее купить, потом передумал. Выложил, обратно стал вращаться, выложил ее просто где там, по-моему, там лимонад какой-то стоял. Выложил, вышел на кассу, купил себе сигареты, выхожу, она меня задерживает. И сильно удивился, когда на выходе его задержали, но директор магазина видела совсем другую картину. Достал продукцию в размере шести упаковок, засунул себе под рубашку на сумму 998 рублей. Далее он направился на кассу, пробил сигареты, прошел с этой продукцией через кассу, уже на входе увидел меня, засомневался и прошел выкладывать. После чего и был задержан охрана обоих мужчин. Для выяснения всех обстоятельств последствия передали в руки сотрудников полиции. Нафиса Минязова, вызов 112. Это все, о чем успели вам рассказать. В студии была Эльвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе, вдруг она его примет.